В региональном правительстве прошло совещание по ходу реализации государственной поддержки социально-экономического развития Ульяновской области в рамках соответствующего постановления Совета Федерации. Беспрецедентное решение, которое Совет Федерации принял, сумма, я еще раз напоминаю, которая звучала неоднократно на протяжении нескольких дней, а потом еще и нескольких даже месяцев, ну просто запредельная. 50 миллиардов рублей, которые Совет Федерации принял решение выделить в Ульяновской области при... и вот сейчас мы об этом поговорим. Так, документ содержит рекомендации федеральному правительству об оказании региону дополнительной финансовой помощи по ряду проектов. В приоритете значится строительство инфекционного корпуса областной детской клинической больницы и нового здания лечебно-диагностического корпуса в областном клиническом онкологическом диспансере. Кроме этого, деньги направят на возведение новых школ и детского сада в Димитровграде, на Воспасском районе, строительство развязки президентского моста в Заволжской части Ульяновска и объездной дороги Димитровграда. Из федеральных средств также профинансируют масштабные проекты по строительству очистных сооружений, рекультивации несанкционированных свалок и противооползневых работ. Поэтому нужны проекты документации главные, подтверждающие документы, экспертные документы, если речь идет о капитальных расходах. Если вопрос содержательного характера, по ним тоже быстрая реакция, быстрая информация с тем, чтобы я успел включиться. Поддержка беспрецедентная, поэтому к документу будет такое же внимательное отношение, как к нацпроектам. Председатель областного правительства Александр Смекалин отметил, что необходимо учесть все сроки подготовки сопроводительных документов и еще раз проинспектировать все дорожные карты по соответствующим проектам. Постоянно работая с этим документом, понимаю одно, что он стал одним из наших программных документов, который объединил в себе, так скажем, на не стратегический, но тактический период времени деятельности, объединил в себя практически все проекты развития территории, которые мы развиваем совместно с федеральным центром. Системная работа выстроена на ближайшие три года. Глава региона высоко оценил результаты работы группы проектных офисов по каждому из направлений, однако добавил, что некоторые вопросы все же требуют серьезной доработки. Наталья Чумаченко, Юрий Конихин. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.